С одной стороны, грудной отдел гораздо прочнее, опять же, благодаря ребрам, то есть объемный каркас, кости, распорки, мышцы, растяжки, и на грудной отдел очень часто сбрасываются проблемы, например, шеи, реже поясницы. То есть смещение в шею создают спазм, спазм, ну, что называется, цепляется за второй, третий грудной, потому что разгибатели крепятся сюда, и эта нагрузка, она распределяется спазмом других мышц по грудному отделу. Благодаря этому очень даже крупное смещение шеи, без вот этой бы поддержки, которая привели к состоянию, когда сосуды сжаты, что ты голову с подушки поднять не можешь. Благодаря вот этим компенсаторным всем влияниям люди прыгают, бегают, то есть даже занимаются спортом, ходят на работу и вообще считают, что боль в шее это нормально, так все живут, и после 20, и усталость это ваше нормальное состояние. На самом деле, конечно, нет. Грудной отдел таким образом получает перегрузки, и рано или поздно грудные позвонки будут смещаться, потому что спазмированные мышцы, они теряют точность контроля. Вторичное смещение из-за шеи в груди возможно, но есть более тяжелая ситуация. Падение на грудь обычно приводит к смещению позвонков, и самое жесткое из них смещение на бок, то есть когда остистые отростки начинают быть направлены не назад, а под углом. Ну, это уж я, конечно, перекрутил модельку, но основная идея вот примерно вот такая. То есть сюда в реальном размере может лизать мой палец. И обычно, если одна сторона уехала на сторону, то вторая уходит в противоположный пол. То есть при общей вертикали позвоночника один позвонок уходит на одну сторону, второй на вторую, а дальше вертикаль продолжается. В сумме вертикаль вообще уравновешена, но конкретно для этих отделов проблемы начинаются большие. Отмещение позвонка, поворот его такой вот вокруг вертикальной оси, создает дополнительное давление на ребра. А ребра, они между грудными позвонками, то есть не к позвонку, а между позвонками. И получается, что если один, да хоть бы даже и два позвонка давят на ребро, они не блокируют ребро полностью. Дыхание, функция, сохраняется. И на этом основан скепсис многих терапевтов, и не только, мол, типа, какие блокировки ребер, вы вообще о чем? Блокировки выражаются в двух вещах. Во-первых, расслабленным мышцам ситуация сна, вот это вот поддавленное ребро и частично ограниченное в подвижности, расслабленным мышцам тяжелее его двигать. Дыхательные движения тягощаются. Часть объема легких мы начинаем терять, если мы расслаблены. Очень многие люди рассказывают, что после разминки у них все хорошо, все прекрасно, и тело как часы работают, но стоит им засидеться, им плохо. Почему? Потому что даже маленькие напряжения в грудной клетке, это большие проблемы. Дальше это приводит к ухудшенной вентиляции, и в первую очередь верхних отделов легких. Потому что любые проблемы в грудной клетке, спазм создается сначала в районе лопаток и по направлению к шее, даже если сбит вниз. Верхние отделы легких подключаются в полную мощность дышать при нагрузке, а большую часть времени мы дышим ими дежурно, то есть очень так, по чуть-чуть. Но это дежурное движение принципиально важно для изгнания мокроты и для обмена веществ в самой легочной ткани. И если типичная ситуация, это, кстати, тоже мой пример. Я за, ну там рукоход, в общем, лестница такая для рук, горизонтальная, и с руки на руку лезешь, цепляешься. Была осень, и мне было холодно руками, взял шерственные перчатки, и шерсть-то по ледяному-то металлу. В общем, я как взялся, так и на лопатке упал. Рукоходы всегда высоко вешали, а мне 10 лет или там 11 было, не помню. И меня выбило дыхание, и я не мог вдохнуть 30 секунд. Лет через 7 я понял, что я сделал с грудными позвонками в районе лопатки, потому что никто не может упасть четко на спину. Я упал, разумеется, больше на левую лопатку. И вот это вот асимметричное падение сверху вниз, когда одна лопатка уже ударилась, а вторая еще нет, плюс спазм. Вот я себе и создал скрутку грудных позвонков. Сколько я самоправок на это дело потратил? Вот, ну все-таки, разумеется, выправил. Но я знал, что у меня есть проблемы с телом, я постоянно за собой следил. Большинство людей забывают об этих фактах и вспоминают, когда им случаются там 30, 40, 50, 70 лет, когда они хорошо оказываются здесь на столе, вот, и плохо, если они оказываются на стационаре. Они начинают вспоминать, что да, у меня были проблемы с грудью. А как они оказываются на стационаре? Например, пневмония. Таких ситуаций было около десятка, пока я еще работал на стационаре. Терапевты вызывают невролога, там, по каким-то там жалобам пациента. Я смотрю, и там лежат с пневмонией. И очаг пневмонии расположен где-то посередине грудной клетки. И терапевты не могут понять, почему так. То есть, очень как-то нетипично пневмония. Там, в задних долях легких считается, что они хуже вентилируются. Или в верхних, по той же самой причине. А она сбоку. Почему так? Я руками провожу по ребрам, а ребра-то смещены. То есть, если грудной позвонок сильно уехал на сторону, то он утащит за собой ребра, которые к нему прикреплены. И будет ситуация либо торчащего ребра, либо запавшего ребра. На этом уровне амплитуда движений хуже. А легким принципиально для изгнания слизи именно амплитудные движения грудной клетки. А когда мы спим, эти движения должны быть еще и легкими для нас. В противном случае, тело не будет напрягаться. И люди с проблемами в грудном отделе, они как описывают. Не могу выспаться. То есть, ты должен либо напрягаться во сне, а никто не осознает почему. Либо ты глубоко спишь, но тогда тебе не хватает воздуха. Даже просыпается от удушья. У меня тоже так было. И вот на стационаре, значит, с терапевтами, я вот встречал вот такие ситуации. Терапевты разводят руками, а причем здесь вроде как мы. Мы там лечим антибиотики и все остальное. Если мокрота не будет изгоняться полностью, то возбудитель так и будет там жить. Опять же, в условиях застойных вот этих вот явлений, там где амплитуда движения ухудшена, там не просто мокрота скапливается, там еще и кровоток местный. Он не то, что прям резко ухудшается, но он все-таки хуже, чем в здоровой легочной ткани. А если еще иммунитет ослаблен, поэтому у людей пневмония зачастую принимает затяжное течение. Я не утверждаю, что все проблемы из-за ребер, но ситуация с большими смещениями грудной клетки, или если их много, она заметно отягощает все то, что уже знают терапевты, допустим, про легкие. Но больше меня интересуют дети и будущее. И у маленьких детей, и в частности у меня тоже, хронические бронхиты обусловлены в первую очередь проблемами в грудной клетке. Я не знаю, по какой причине родители считают, что у маленьких детей не может быть проблем. У детей проблемы могут быть. Дети падают, падают головой вперед, падают относительно для своего тела большой высоты. У детей нет скелета костного, он не ломается. Но хрящ там все-таки достаточно плотный, все-таки дети имеют функцию ходьбы, правильно? Хрящ достаточно плотный, вся та же самая механика смещений, она вся доступна. Более того, лучше, если грудные позвонки сместятся и скинут нагрузку на связки, если, допустим, как я падал на спину, чем если бы я просто отломил себе, например, остистый отросток. Вот такая механика есть. Но опять же, говорить о себе, то есть меня от хронических бронхитов спасли, только вправив грудную клетку. Я, разумеется, этого не знал, мне было меньше трех лет, мать, разумеется, тоже не знала, потому что мне просто забрали ребенка и сказали, приходи через десять минут. И вот только треск стоял. Мне повезло. Но таких людей пока немного, кто действительно может это делать. Поэтому нужно родителям, на мой взгляд, думать об этом желательно заранее и заниматься хотя бы профилактически. То есть если бы детей хотя бы начали вытягивать хотя бы на валиках, ситуация уже была бы лучше. Но кто занимается позвоночником, на него нужно сначала подумать, а ведь никто не думает на позвоночник. Ну, такое просторечное выражение. Итого, значит, проблемы с легкими у детей и взрослых, со сном у детей и взрослых, с общим уровнем жизненных сил, в целом способность что-то делать у детей и взрослых. И есть еще один класс проблем. Вот таких я видел два. Один явный и на второй было подозрение. Мужчина поступил по дежурству и имел смещение ребра внутрь, левого, там где в проекции верхушечного толчка. Сердце, когда бьется, оно как бы бьет в грудную клетку. То есть можно там вот под соском у себя нащупать. Этот самый верхушечный толчок. Если ребро вдавлено внутрь, а для этого достаточно просто позвонок повернуть налево, тот, к которому, в общем, крепится это ребро. Если ребро вдавлено внутрь, то сердце точно так же бьется, но уже не с запасом места, а прям под давлением. В общем, у мужчины был верхушечный инфаркт. Если бы он знал об этой ситуации, хотя бы ее вероятности, хотя бы за год, то при первых признаках проблем с сердцем, а проблемы у него были. Он жаловался на стенокардию, потом подняли карты, разумеется. Ой, у меня там два года все по нарастающей. Ну, я, как обычно, не обращал внимания. Кстати, для чего я снимаю это видео? Чтобы обращали внимание. Если бы он хотя бы за год до этого хотя бы знал, куда можно посмотреть, и хотя бы посмотрел, ну, в чем проблема сделать рентген. У меня есть видео по смещению позвонка. То есть сами себя с помощника можете разрисовать или сфотографировать тебе с помощника. Сами можете посмотреть рентген. Если бы все вот это было сделано, он бы не попал на стационар по дежурству ночью. Профилактика. Но меня, как профессионал, интересуют, в первую очередь, разумеется, дети и будущее поколение. Потому что взрослые проблемы как бы могут решить и сами, для чего я сделал самоправки на видео. Если мы хотим, чтобы следующее поколение развивалось и было лучше нас, тогда ими нужно заниматься здоровьем здесь и сейчас.